Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Дорогие друзья, сегодня снова излишки коллекции фиалок. Сегодня будут зацветающие растения, молодые фиалочки, стартеры, детки. Одна химерка будет, пара трейлеров, листики укорененные. Дорогие друзья, кто у меня первый раз заказывает, связь со мной через соцсети и ватсап. Ссылочки будут в описании под видео. Ну и также перед тем, как сделать заказ, посмотрите температуру в вашем регионе. Потому что если она больше 28 градусов, то фиалочки я отправлять не буду, потому что они сварятся в дороге. Подождите, когда у вас температура будет более приемлемая для пересыла. Хочу начать с химеры сегодня. Решила все излишки коллекции убрать перед зимой. А вы ленинградское мороженое. Спрашивали эту химеру, вот такая вот большая. Это у меня дубль, но дубль еще не цвел. 550 рублей, а вы ленинградское мороженое. Я не очень поняла, там пасынки или цветоносы. Наверное, есть и то, и другое. Вот такая вот красивенная химера. 550 рублей, а вы ленинградское мороженое. Еще у меня зацвела красивая новинка. РМ Лукомурья. Вот это молодая розеточка уже с бутоном, бутончик сортовой. Фотография цветения, это уже моего растения. Это розетка первая зацвела, которой фото. Вот эта вот вторая распускает зеленые рюшечки. 450 рублей, РМ Лукомурья. Молодая розеточка. И вот смотрите, у нее там еще спрятался бутончик. Уже зацветает. Перевалка пока не требуется. Еще одна молодая розетка РМ Лукомурья. Но она пока еще без бутонов. Но тоже она уже такая большенькая, хорошая. Она 400 рублей. Когда вы будете заказывать, вы пишите, какую вам нужно, по какой цене. Потому что по умолчанию я буду больший размер вам давать. Арктурус. Переукорененная голова и уже зацветает по сорту. Видно, белая карандашная кайма присутствует. Сорт уходит из коллекции, поэтому этого сорта остался только, наверное, один укорененный лист. И все. 350 рублей. Арктурус. В этом контейнере молодые фиалочки, которые я как-то упустила из виду, росли у меня в другой комнате. Я на них особо внимания не обращала. А тут, думаю, пересадить. Но в маленьком стаканчике доставка будет дешевле, потому что меньше грунта. Поэтому, наверное, лучше вам самим пересадить. Копи тушок золотой гребешок. Как спрашивали, молодая розетка, уже большая, уже закладывает бутончики. 300 рублей. Копи тушок золотой гребешок. Когда она к вам приедет, можете сразу ее перевалить в больший объем. Можно не ждать неделю адаптации. Я не жду. Как я получаю посылочку. А в этот год я уже 4 посылки получила. Правда, вам ни одну не показывала. Не было времени. Но я в этот же день, как получала, я все переукоренила и пересадила. Все обработала. Так что, можно не ждать неделю адаптации. Можно сразу делать. Сессисейди. 280 рублей. Вот такой большой уже стартер. Тоже готовый зацвести. Тоже требуется перевалка. Переваливайте. Старайтесь корешки не вредить. Тогда фиалка у вас быстрее зацветет. И еще здесь молодая розетка. 300 рублей. Сорт РС Черная Роза. Вот такая вот тоже большущая розетка. Она уже требует пересадки. 300 рублей. РС Черная Роза. Сорт уходит из коллекции. Для моих стеллажей мне он как-то великоват. Поэтому решила, что мне его не надо. Хотя он очень красивый. Нил Шамаханская Царица. Я в восторге от этого сорта. Такая красотища. И смотрите, он уже с бутоном. Сорт очень интересный. Хотя довольно-таки старенький. Очень интересно зацветает. Вот у меня первая молодая розетка. Нил Шамаханская Царица. У него так интересно цветы раскрываются. Они сначала вот такие вот бледные-бледные. Иногда бывают почти белые. У меня первый цветок расцвел белый. Я думала, что это спорт. Потом почитала в интернете. Она со временем набирает яркость. Обычно цветы теряют пигмент. А это наоборот. У нее яркая серединка становится. Светлые рюши. Ну прямо девочка-девочка. Это вот первое цветение. Вот столько вот уже цветоносов. И очень много нераскрытых бутонов. От того, что она была на окне, она немножко от пересвета скрутила листики. Конечно, очень жалко. Но тем не менее. Цветоносы не длинные. Цветочки держат. Все очень чудненько. 380 рублей. Нил Шамаханская Царица. Царица она и есть. Царица. Это уже пасынок. Сорт РС Дар Небес. Поэтому вот такой вот он немножко кривенький. Макушка вот хорошая. Видно точка роста. Ну а вот эти вот листья все выросли в одну сторону. Потому что неудобно было расти на розетке. РС Дар Небес. 250 рублей. Вот такой вот пасынок. Ну и теперь немножко деток. В детках у меня тут затерялся трейлер. 23 Речка Северка уже на бутонах. Переукорененная голова. Цвел по сорту. 250 рублей. 23 Речка Северка. Трейлер ампельный. Поэтому стволик тянет. И очень хорошая корневая. РС Золотая Рыбка. Это уже последняя деточка. Больше нет. 250 рублей. Сажала очень маленькой деткой. Поэтому вот только сейчас доросла. Корешки видно хорошие. Вот такая хорошая деточка. 250 рублей. Эта деточка Л.Е. Английская роза. Тоже вот такая хорошенькая. Была посажена малюсенькой. Очень долго росла. Но вот выросла. Укоренилась. 250 рублей. Сорт шикарный. Розетка всегда небольшая. Цветет шапкой. Цветоносы не тянет. Сорт изумительный. Оптимарка. Промышленный сорт. Очень красивый. Вот она перед вами. Цветочки все в рюшечках. Красивый. Очень интересный контраст. Яркий. Две розеточки. Вот такие есть. 280 рублей. Вот эта вот деточка большая. И вот эта деточка большая. То есть этого сорта детки большие. 280 рублей. Вот этот сорт. Сорт промышленный. Прелестная теща. Наверное, последняя детка. Даже укорененная голова стартера. По стволику-то видно. В подарок. Если кому-то надо, пишите. Положу вот эту вот тещеньку вам в подарок. СМ Амадеус. 250 рублей. Детка с хорошей корневой. Такие красивые сочные зеленые листья блестящие. 250 рублей. СМ Амадеус. Сорт Константина Морева. Этот сорт ушел из коллекции. Ян Минуэт. 220 рублей. Тоже вот такая детка. Детка хорошая. Корни тоже хорошие. Такая красотулечка. Детка сорта ЛЕ Легкая Грусть. Сорт ушел из коллекции. В этот год последние детки. Больше этого сорта у меня не будет. Сорт хороший, но розетка большая. Корневая хорошая. 250 рублей. ЛЕ Легкая Грусть. Если какие-то цены не скажу, то напишу. ЛЕ Изольда. Сорт тоже ушел из коллекции. Сорт пестролистный, красивый. Розетка небольшая. Цветет белыми розочками. Летом могут розочки быть розовые. Тоже смотрите, корешки хорошие. Изумительная деточка. 220 рублей. В этом контейнере мини и полумини. Сорт ЛЕ Позитивчик. На бутонах. Большая розетка 350 рублей. Это уже второе цветение будет. Цвела по сорту. Корневая большая. Стояла на фитиле. Но перед отправкой я корешки срежу. И вы когда получите ее, сразу в 100 граммовый стаканчик перевалите. Сорт полуминии, поэтому ей 50 граммового стаканчика мало. При перевалке осторожно с корнями, чтобы их не повредить. И тогда она будет дальше расти и цвести. И не заметит, что ее куда-то везли и пересаживали. ЛЕ Соня. Тоже на бутонах. Смотрите, бутоны светлые и с небольшой розовой каймой. То есть видно, что цветение сортовое. Цветение уже второе. Она уже первый раз цвела. Но вот эта фотография из интернета. Здесь широкая кайма красная. А на ней была такая карандашная, яркая. Я не знаю, вот когда такая четкая кайма широкая, это, наверное, ближе к тому, что она уже уйдет в спорт. А пока вот она сортовая девочка. 350 рублей ЛЕ Соня. Это тоже полуминии по листу. И, наверное, ее лучше перевалить. Перевалить в небольшой объем, но не больше 100 грамм. И она тоже будет цвести. Она не затормозит в росте от перевалки. Также у меня есть зацветающая розеточка. Энду Брава. Зацветает по сорту. Пестролистная. По листикам больше похоже на полуминии. Цветение первое, сортовое. 350 рублей Энду Брава. Цветение, фотография, это моей розетки. Две себе оставляю, а вот эту вот решила пристроить заботливые ручки. Еще есть полуминии. Это листовая уже химера. Те, кто не знает, может быть новенькие, она листом не размножается. Вот такой красивый окрас листьев она передает только пасынками. Фотография цветения моей взрослой розетки, которая у меня вся общипана, все пасынки сняты. Пасынок этот последний, наверное, на этот год 500 рублей. Сортовой. Он не цвел, но я думаю, что зацветет по сорту. У меня не было того, чтобы жемчужный восток зацветал не по сорту. Последняя штучка осталась, кому надо, пишите. Из прошлого видео все большие разобрали. Оптимара Little Emerald. Кто-то спрашивал, не знаю, достала из теплички. Корни хорошие. Листики хорошие. Это менюшка, она совсем маленькая и очень красиво цветет. Белые розочки с розовой пропиткой в центре. И лепесточки с нижней стороны зеленые, с такой зеленцой, нежной-нежной. Очень красивый сорт. Вот пока только одна деточка есть. Может, еще будут. Лил Глимпс О-Спринг. 250 рублей. Тоже полумини, но уже такая вот большенькая. Тоже, возможно, последняя. Не помню, есть в тепличках еще или нет. Роббун Доджли. Красивый сорт. Я даже сначала думала, что это химера, потому что как лучики такие на лепесточках. Но оказалось, нет. Передает такую красоту именно листом. 200 рублей. Роббун Доджли. Но это пасынок укорененный. Это не деточка. Поэтому вот такой немножко кривенький. И еще здесь есть три детки. Вот это самая большая детка. Пестролистная розетка. Сорт вообще очень красивый. Фотография цветения это моего растения. Вот такая вот розеточка большенькая. 250 рублей. И две есть поменьше. 200 рублей маленькие. По 200. Вот такие вот. Красотулечки. Малюсечки. Это менюшка. Листики у нее большие. Не растут. И немножко сортов в листиках укорененных. Осталось немножко в зип-пакетах. Укореняла еще в апреле, когда не хватало места. Ну и также есть в стаканчиках. В зип-пакетах есть сорт Оптимара Миссисипи. Это промышленный сорт. Уже с детками. Видно такие хорошие деточки уже. 150 рублей. Таких осталось два. Вот здесь большие детки. И вот здесь проклевывается небольшая детка. То есть два листика этого сорта по 150 рублей. И еще ЛЕ шелковые кружева. Вот тут деточка проклевывается. Видно. Этот лист тоже укоренился. Да, и тоже вот здесь вот деточка. Сорт золотой кроновой пестролистностью. Поэтому детки светлые сначала растут. Я даже не разглядела сначала, что здесь есть детка. По 150 рублей. ЛЕ шелковые кружева. Ну а в этом контейнере без деток. Укоренились недавно. Корешки молоденькие, хорошенькие. Вот видно, даже до дна стаканчика уже доросли. РС Королева Ночи. Кто-то спрашивал. Я сказала, что розетка общипана полностью до макушки. А сегодня заглянула в тепличку. А листики-то укоренились. Так что пишите, кому нужен этот сорт. Есть три листа. Один лист я оставлю на броне. Потому что я не помню, кто мне написал. Дорогие друзья, откликнитесь. Кому нужен этот сорт. Для вас оставлен листик. Ну и два листика могу предложить другим. Следующий тоже Королева Ночи. Смотрите, тоже корни хорошие. Это второй листик. И вот третий листик. Тоже видно корни. Лист хороший. Сорт красивый, но сорт растет довольно-таки большой. Не маленький. Один листик сорта Энде Квазар. Королева Ночи. Не знаю, говорила цену или нет. 200 рублей. С Королева Ночи. Все остальные сорта по 150 рублей. Энде Квазар. Цветение моей розетки. Фотография. Энде Квазар один. Невские зори тоже пока только один. Может не один. Да, вот два. Невские зори. Два листика есть. Корешки здесь тоже видно хорошие. И здесь видно хорошие корешки. По 150 рублей. ЛФ Дарья. Дарья вообще одна. Хорошая корневая. Несмотря на то, что посажена была 21.06. То есть еще месяц не прошел. Уже такие огромные корни. Дарья очень быстро дает деток. Еще здесь хороший корневой РС. Дар Небес. Со всех сторон, где не посмотришь, везде вот такие хорошие корни. Грунт я полила, поэтому, может быть, не особо через камеру видно хорошие корешки. Арктурус. Вот вам говорила, что где-то лист-то есть. Вот нашла. Тоже хорошие корни. Арктурус. Вот пока они без деток, их очень легко пересылать почтой. Очень легко упаковывать. Ан Копеечка. Хорошая корневая. 150 рублей. Два или три листика есть, не помню. Еще Ан Копеечка. Тоже смотрите, какие корешки хорошие. Правда, листик вот так вот весь как-то сжался, закрутился. Но это может быть от пересвета. Это не мешает ему расти. Еще один листик Ан Копеечка. Но здесь меньше корней. Этот я пока вам не предложу. Оставлю еще его на недельку укореняться. То есть получается Ан Копеечка только два. И еще есть полу-мини. ЛЕ Позитивчик. Здесь два листика посажено. Корешки, да, есть. Вот здесь вот очень хорошо видно. ЛЕ Позитивчик. 150 рублей. И сорт ЛЕ Ника. Посажено тоже по два листа. Корни тоже есть. Корневая хорошая. ЛЕ Ника у меня три стаканчика. Тоже два листа. И здесь ЛЕ Ника. И тоже два листа. И тоже хорошие корни. Везде видно, что есть корни. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. Спасибо, что заходили ко мне на Островок. Всем пока-пока.